МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! Сегодня вторник, 19 апреля. В эфире новоурайской вещательной кампании информационная программа «Объектив». В ближайшие 20 минут журналисты НВК познакомят с главными новостями нашего города. В студии Альбина Бабкова смотрите сегодня в выпуске. Для завершения программы переселения из аварийного жилья федеральный бюджет направит на Средний Урал почти 700 миллионов рублей. Курение вновь стало причиной пожара в нашем городе. К счастью, обошлось без жертв. Подозреваемый по делу убийства женщины в квартире в привокзальном районе признал свою вину и написал явку с повинной. Через пару месяцев дело, возможно, будет передано в суд. Новая техника будет ремонтировать дороги Новоуральска. Быстрее, качественнее и дешевле. Талантливые дети со всей России скоро приедут в наш город. 12 мая в Новоуральске пройдет Всероссийский арт-олимп Росатома. Пиратская вечеринка в Неве. Добрая традиции и отличный праздник. Смотрите прямо сейчас. Правление фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрило заявку Свердловской области на получение финансовой поддержки для реализации заключительного этапа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В соответствии с принятым решением регион получит из средств госкорпораций без малого 694 миллиона рублей. Как рассказал глава регионального Минжи КХА Николай Смирнов, завершающий этап программы, как и прежде, будет выполняться на условиях софинансирования. Доля затрат, которую возьмут на себя областной бюджет и муниципалитеты, составит почти 2 миллиарда рублей. Они будут распределены по 22 муниципалитетам области для переселения 4,5 тысяч человек. Напомним, что расселение аварийного жилья на Среднем Урале осуществляется в рамках указа президента России. В соответствии с ним, к 2017 году в Свердловской области должно быть расселено более тысячи многоквартирных домов. В новое благоустроенное жилье должны переехать почти 15 тысяч человек. На данный момент при поддержке фонда содействия реформированию ЖКХ в регионе расселено 265 аварийных объектов. Условия проживания улучшили около 4,5 тысяч человек. В ряде муниципалитетов строительство велось исключительно за счет областного и местных бюджетов. И здесь новые благоустроенные квартиры получили еще более 5 тысяч переселенцев. Еще никогда процесс расселения аварийного жилфонда, тем более за счет бюджетных средств, не был таким масштабным и носил такой массовый характер. За три года региону удалось построить или приобрести благоустроенное жилье почти для 10 тысяч свердловчан. Для людей это стало переходом к совершенно другому уровню жизни. В уютных квартирах без надобности заготавливать на зиму дрова и носить с колонок воду. К тревожным темам. Вчера на улице Автозаводской, 20, произошел пожар. Эту новость нам сообщили телезрители, ставшие очевидцами происшествия. Ольга Войнова расскажет подробнее. Непогашенная сигарета может стоить государству миллионов рублей ущерба, а вам – мебельного гарнитура, целого дома и, наконец, жизни. Вчера вечером именно непотушенная сигарета опять стала причиной очередного пожара в нашем городе по адресу Автозаводская, 20. К прибытию шел густой черный дым из окон. Значит, по, скажем так, сложившейся традиции уже, если первый этаж, соответственно, в двери особо не попадаем, не сможем попасть, да, не теряя время через окна. Значит, заходим в квартиру, значит, проводим разведку на наличие пострадавших. Значит, слава богу, никого не было обнаружено. Хозяйка квартиры, скажем так, спокойно ушла после того, как покуришь и положила, значит, сигарету непотушенную, значит, мусорку. После чего мусорка распланировалась, соответственно, получилось построение данной пожары. Значит, было все ликвидировано, значит, на момент прибытия пожарных подразделений, ту площадь, которую пожар достиг, соответственно, мы его там ликвидировали, на этой же площади пострадавших нет. Скажем так, мы сейчас ущерб, пускай хозяйка сама подсчитывает. Видеодействие пожарных и сама новость пришла в редакцию от постоянных зрителей. Напомним, за лучшую новость недели теперь НВК вручает билеты в кино. Помогите нам сделать новости еще интереснее. Ольга Войнова, Павел Сизов, Новоуральская обещательная компания. Продолжается следствие по делу убийства женщины в привокзальном районе в ноябре прошлого года. Как заявили в отделе следственного комитета по Новоуральску, уже через пару месяцев следственные действия будут закончены и дело направят в суд. Подробности у Никиты Евсеева. Напомним, тело женщины 57-го года рождения было обнаружено утром 23 ноября прошлого года в квартире по адресу Чурина 7-2. Многочисленные слухи со скоростью света тогда разнеслись в социальных сетях. Одна другой страшней. Но в следственном отделе подчеркнули, что ни о каком серийном убийстве, появлении маньяка или ритуальном убийстве речи быть не может. А информация в интернете всего лишь домыслы и слухи. В течение этих месяцев шло следствие. Проводились различные генетические и другие экспертизы. В результате проделанной работы у правоохранительных органов появился конкретный подозреваемый, который уже написал явку с повинной. Также следствие выявило и возможного свидетеля преступления. Буквально, скажем так, на днях у нас возникли уже конкретные подозреваемые по данному делу, два человека. Собственно говоря, подозреваемый непосредственно убийстве один человек. Один там, наверное, свидетелем, скорее всего, будет. Получены признательные показания от этого человека. Явка с повинной им написана. Сейчас мы все это проверяем. В версии его произошедшем будет назначен еще ряд экспертиз, потому что у нас появился фигурант, у него будет отобран биологический материал. Назначим экспертизы, проведем, я думаю, что в ближайшие два месяца после проведения всех следственных мероприятий уголовное дело будет направлено в суд. Новоуральская обещательная компания будет и дальше следить за ходом расследования и неизбежном судебном процессе над обвиняемым. Никита Евсеев, Антон Пылаев, Новоуральская обещательная компания. Муниципальная дорожно-коммунальная служба приступила к ремонту городских дорог с помощью специализированной машины. Она позволяет выполнять ямочный ремонт дорожного полотна быстрее и качественнее традиционных способов. Тему продолжит Антон Сапогов. Битум от сементосмеситель. Так называется эта необычная машина для дорожного ремонта. Она вышла на улицы города неделю назад. С ее помощью дорожные рабочие, муниципальные дорожно-коммунальные службы заделывают небольшие ямки и повреждения на проезжей части. Если ранней весной ремонт в основном ведется по технологии закладывания больших ямок тротуарной плиткой, то когда дороги просохнут, можно выпускать машину БЦМ. Там используется кубовидная щебень и битумная эмульсия. Делается все достаточно быстро. И в случае нормальной подготовки основания в сухую погоду она стоит порядка двух лет. Ну, в зависимости от интенсивности движения, конечно. Вот такого объема у нас по городу 2200 квадратов. И по промзоне 600. Также 600 по межпоследнической дороге. Уникальность этой машины заключается еще и в том, что только с ее помощью можно исправлять колейность на дорожном полотне. Этот вид ремонта более эффективен, нежели кирпичный способ. Потому что при данном применении этой техники получается экономия сил и времени. Получается так, что на одну, к примеру, яму кирпичом уходит около полутора часов. А за это же время данным видом ремонта можно обработать довольно-таки большее количество ям. Как только дороги окончательно просохнут и установится ясная погода, Дорожно-коммунальная служба начнет ремонт картами. Участками до 100 метров. Объемы довольно большие. 26 тысяч квадратных метров по всему городу. Это уже технология нормального асфальтирования, в которой используется асфальтовая фреза, асфальтоукладчик и дорожный каток. Перечень таких участков для ремонта был утвержден на прошлой неделе. Осталось дождаться погоды. Антон Сапогов, Антон Пылаев, Новоуральская обещательная компания. Администрация Новоуральского городского округа уведомляет о том, что в срок до 1 июня 2016 года включительно проводится прием документов на включение в состав кадрового резерва Новоуральского городского округа. Телефоны для справок вы видите на экране. Талантливые дети России скоро приедут в Новоуральск. 12 мая в нашем городе пройдет всероссийский арт-талимп Росатома. Это мероприятие для мальчишек и девчонок из городов в присутствии госкорпорации Росатом. На расширенном заседании оргкомитета в Новоуральской администрации обсуждали последние приготовления к фестивалю. У нас есть проект постановления. В проекте постановления предполагается состав администрационного комитета, состав жюри, конкурса, наставник мероприятия. Утвердить проект постановления и обсудить программу проведения Всероссийского фестиваля в Новоуральске. На расширенное заседание оргкомитета собрались все ответственные лица в нашем городе за фестиваль арт-талимп Росатома. Это творческое мероприятие. В нем будут принимать участие талантливые дети из самых разных городов присутствия госкорпорации Росатом. В Новоуральск поступали заявки на участие в фестивале с января этого года. Желающих – 700 человек. Встреч проведено уже очень много. Сформирован состав жюри был достаточно давно согласован с отделом культуры и управлением образования. И члены жюри уже очень активно и хорошо поработали. Члены жюри – это большая профессиональная команда. Они с 1 по 12 апреля определяли лучших и самых талантливых детей. Из 700 заявок жюри сделало выбор. В итоге к нам едут представители 17 городов. Это 20 детей-победителей заученного этапа, еще 20 рекомендуемых жюри и столько же новоуральских талантов. Всего участвовать в конкурсе будут порядка 60 детей по пяти направлениям. Эстрадный вокал, эстрадный танец, разговорный жанр, изобразительное творчество и дизайн костюма и аксессуаров. Учитывая, что у нас разные площадки, на которых проходят мероприятия, все-таки мы, наверное, должны добавить как место проведения занятий, прежде всего в целях обеспечения безопасности, это художественная школа и КСК. Основной площадкой проведения фестиваля «Арталимп Русатома» станет Центр внешкольной работы. Там будет галоконцерт-открытие и закрытие конкурса, а также церемония награждения и выставка работ иногородних ребят. Там же пройдут мастер-классы от профессионалов. В дни фестиваля будет организовано знакомство с учреждениями культуры, талантливыми и именитыми людьми города, а также экспресс-конкурсы по разным направлениям. Дополнительными площадками конкурса будут художественная школа, станция юных техников, театр кукол и по возможности театр музыки, драмы и комедии, а также публичная библиотека «Центр Атамграды России». Все эти мероприятия пройдут с 12 по 14 мая. Наталья Ребрищева, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания. Новоуральские ветераны Великой Отечественной войны намерены участвовать во всех праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Вчера фронтовики, активисты, общественники встретились в Центре общественных организаций и обсудили план общественной работы, которую им предстоит проделать на предстоящий месяц. У всех есть большое желание посмотреть парад на Центральной площади. 9 мая главное, чтобы позволило здоровье и погода. Ведь практически всем, новоуральским фронтовикам уже за 90. Но в любом случае они будут самыми желанными почётными гостями и на всех праздничных концертах, и у Вечного огня, и на Центральной площади 9 мая. Передвигаться по городу в праздничные майские дни фронтовики будут на специальном автобусе в сопровождении волонтёров. В большинстве детских и образовательных учреждений Новоуральска в эти дни ребята готовят подарки своими руками и готовятся прийти в гости к своим подшефным ветеранам. Фронтовики тоже готовят встречи с молодёжью, но самое главное для них – увековечить память о героях Великой Отечественной войны. Поэтому каждая семья, где живёт ветеран, считает своим долгом пройти в колонне Бессмертного полка с портретом героев своей семьи. Ольга Берти, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания. Абсолютно в каждой российской семье есть родственники, которые приближали к нам Великую Победу, ковали её на фронте или же в тылу. Но на парад 9 мая они уже никогда не выйдут. Вместо них это сделают их родственники – дети, внуки и правнуки. Но рассказать о своём герое, показать фотографии, письма с фронта или же награды можно, не дожидаясь 9 мая. В нашей рубрике «Бессмертный полк». Приходите со своими рассказами о ваших героях в нашу редакцию. Телефон вы видите на экране. Наши герои будут жить, пока мы о них помним. В прошедшие выходные киноцентр «Нейва» порадовал маленьких зрителей настоящим пиратским праздником. К выходу нового мультфильма «Робинзон Крузо. Очень обитаемый остров». Новая традиция киноцентра уже стала популярной у горожан. Такие праздники посещает, как правило, большое количество желающих. Приятно провести время со своим малышом. С места событий Ольга Войнова. Йо-хо-хо и море позитива. У этих пиратов в правилах жизни, шалости, радости, веселья. Для маленьких зрителей поход в кино – это уже праздник. А когда еще и персонажей с экрана встречают еще до начала мультфильма, то это просто взрыв эмоций. К каждому детскому мероприятию в группе киноцентра «Нейва» в социальной сети ВКонтакте, в интернете, адрес которой вы видите на экране, проходят розыгрыши призов. В этот раз это был конкурс фотографий домашних любимцев «Моя обитаемая квартира». Победители конкурса на праздники получили призы. Ну а те, кто пришел в костюме – приятные сюрпризы. Недовольных на праздники не было. А тебе здесь понравилось? Да. А что тебе понравилось больше всего? Как я тут всяких изображаю. Мне больше всего понравилось, как раздавали сайки и делали. А ты часто приходишь в кинотеатр? Часто. А какие мультики ты еще здесь смотрела? Я смотрела. Тут смешали легенды о золотом драконе и вообще не помню каких. Праздник приурочен к выходу нового мультфильма «Робинзон Крузо. Очень обитаемый остров». Это новый взгляд на приключения Робинзона Крузо, оказавшимся в одиночку на необитаемом острове после кораблекрушения. Но можно ли назвать остров необитаемым, если он населен различными животными? Представьте, каково коренным жителям этих земель, которые впервые столкнулись с диковинным существом под названием «Человек». Ответы на эти вопросы вы сможете узнать на экране киноцентра «Нейва» до 27 апреля. Ну а следующее детское мероприятие состоится 2 мая и будет приурочено к выходу мультфильма «Волки и овцы». Не упускайте возможность хорошего отдыха с детьми. Информацию о нем вы сможете увидеть на сайте киноцентра www.kinoneeva.ru Ольга Войнова, Павел Связов, Новоуральская обещательная компания. Новоуральская обещательная компания продолжает цикл материалов, посвященных 30-летней годовщине со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Буквально через несколько минут наш эфир продолжит программу об Александре Кудряшове, который участвовал в строительно-восстановительных работах на разрушенной после той жуткой аварии станции. А сразу после смотрите фильм, посвященный 55-летию первого полета человека в космос об участии Уральского электрохимического комбината в космической Одиссеи нашей страны. На этом наш выпуск подошел к концу. Далее погода и афиши киноцентра «НЕЕВА». Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Увидимся завтра в это же время на канале ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова